Привет! Как дела? Сегодня в продолжении моего рассказа о моём первом путешествии в Великобританию я расскажу о том, как мы после терактов и после того, как мы с братом съездили в Гринвич, последующие два дня гуляли с моей бывшей коллегой из Дома народного творчества Викой, которая приехала в те же даты, что и я в Лондон, навестить своих друзей. И пару дней мы с ней вместе гуляли по Лондону, а также ездили к её друзьям в загородный дом. Итак, 10 июля 2005 года. Сегодня я ездила к Викиным друзьям загорать и купаться в бассейне. Меня встретили на машине на станции Бейкер-стрит. И мы поехали в Водфорд. Это такой район на северо-западе Лондона в шестой зоне, где живут те самые друзья. То есть Паша, 27 лет, с которым Вика познакомилась по интернету. Он оказался богатеньким сынком, эмигрировавших в 90-х годах родителей. И Аней, его русской подругой, с которой Вика тоже была знакома. Аня с Викой подъехали на Бейкер-стрит и посадили меня в свою машину. Это был какой-то Форд. Мне очень понравилось. Такой спортивного типа. И мы поехали. Я помню, что пока мы ехали, мы проезжали Икею. Где-то в четвёртой зоне, по-моему, она находится на северо-западе Лондона. И они с Викой между собой разговаривали, что вот, да, проезжаем. О, у вас тоже есть Икея. Аня отвечает, да, Айкия. Именно в тот момент я подумала, что за Айкия, что это такое вообще. Как они могут Икею называть Айкия? В общем, для меня было шоком, что чисто русское слово Икея можно было так исковеркать. Потом, впоследствии, когда я уже сама жила в Лондоне, я также научилась произносить название этого шведского магазина на английском языке. То есть на английском Икея звучит Айкия. Об этом я тогда не знала. Ну, тогда я вообще очень плохо знала английский и не могла себе представить, что названия таких известных на весь мир магазинов могут звучать очень по-разному. В общем, мы купались, загорали, кормили семейство лебедей, мама, папа и маленький утенок, которые прижились у них рядом в ручейке, находящейся на территории этого дома. А также жарили барбекю, пили вино, ели арбуз, мороженое, а потом еще и чай с тортиком. Ну, что еще могут делать русские, когда соберутся все вместе? Конечно же, играть в карты. Мы весь вечер играли в Дурака, в Девяточку, а потом Паша устроил нам экскурсию по дому, в котором было очень много антиквариата. У меня было впечатление, что я зашла просто на экскурсию в какой-то дворец. Ну, по дому мы много не шлялись. Потом Вика-то жила в этом доме, и несколько фотографий она мне прислала. Паша ей фотосессию там устраивал. В общем, вскоре мне и Ане надо было разъезжаться по домам, и так получилось, что я еще смогла покататься на этом спортивном форде по ночному Лондону. Села в метро, позвонила Стасу, и он меня встретил уже дома. На следующий день, 11 июля, я решила пойти в лондонский аквариум, посмотреть рыб, акул, скатов и другую морскую живность. Только зашла туда, как у меня на фотоаппарате села батарея. Пришлось фотографировать все на телефон. В 12 часов мы с Викой договорились встретиться на станции метро Вестминстер, но я опоздала аж на целый час, засмотрелась на этих всех акул. А Вика, в принципе, тоже не спешила. В общем, мы встретились с ней в 13 часов, пофотографировались у Биг Бена на ее фотоаппарат и пошли на Трафальгарскую площадь, зайдя по пути в Чайна Таун, чтобы перекусить. На площади мы фотографировались со львами, одной из достопримечательностей города. А у фонтанов нас вместе сфотографировал какой-то канадец. И потом попросил также сфотографироваться вместе с ним, так как мы были очень ярко одеты. Я в своих голубых спортивных штанах и топики такого пляжного типа, который как раз купила накануне в Примарке. А Вика в желтом костюме, топик с юбочкой. В общем, две молодые девушки, русские, ярко одетые, привлекали внимание не только этого канадца, но и многих прохожих. Когда мы фотографировались у Биг Бена, у меня есть такая фотография, где один парень аж свернул голову, пока я стояла, позировала на Викин фотоаппарат. Ну, как бы интересно было потом это увидеть. Я даже не думала, что такие яркие краски так сильно привлекают внимание. Ну, мы одевались специально, чтобы пофотографироваться, так как у нас была возможность пофотографировать друг друга на фоне разных достопримечательностей Лондона. Ну, в общем, после того, как мы посетили Трафальгарскую площадь, мы сели в старинный автобус. Тогда еще ходили такие двухэтажные даблдекеры старинного типа. Сейчас их из Лондона все убрали и ходят уже современные двухэтажные автобусы. И отправились в магазин, где можно купить даже слона, как нас учили в школе, под названием Харатс. Походили там, посмотрели магазин и поехали на Оксфорд-стрит, на самую главную шоппинг-улицу в Лондоне. Я купила себе белую сумку в магазине New Look за 3 фунта, а Вика искала себе босоножки. Когда в очередном магазине она примеряла обувь, нас заметил какой-то итальянец, как он представился, Лучано. Просто подошел и сказал, что «Ой, девушки, вы такие симпатичные, яркие, красивые». И дал нам два пригласительных на какую-то бразильскую вечеринку на Ластер-скве, которая должна была пройти 13 июля. Я сказала, что 13 июля я уже уезжаю и отдала свой билет Вике. Может быть, она решит сходить туда со своими друзьями. Тогда он дал мне свою визитку, где был написан его адрес сайта, имейл и телефоны, и пожелал мне счастливого пути. Вечером я залезла на его сайт, оказалось, он был какой-то известной фотомоделью. Потом я поехала домой отсыпаться, так как вечером мы со Стасом собрались в ночной клуб. В 22 часа мы вышли и отправились в центр города. Чтобы войти в этот клуб, название, к сожалению, я не помню, надо было простоять огромную очередь. Но так как у нас были флайеры, мы прошли без очереди. Хотя за меня пришлось заплатить 7 фунтов за вход. Флайер оказался просроченным. А Стас проходил по своему студенческому билету абсолютно бесплатно. Внутри было несколько танцполов. Поп направление, рок направление и R&B. Мы решили танцевать под попсу. Когда Стас ушел за пивом, ко мне прикопался какой-то чернокожий. И пришлось танцевать с ним. Как только на горизонте появился Стас, афроамериканец сразу же смылся. И слава богу. Назад мы возвращались в 4 часа на ночном автобусе. Ехали через район Челси. Вот это все, что было в эти два дня, в которые мы гуляли с Викой. О моих двух последующих днях в Лондоне и происшествии, которые произошло со мной в Москве, когда я возвращалась из Лондона, я буду рассказывать в следующем ролике. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.